Здарова, друзья, с моего Аткапуса. Сегодня совместно с вами я хотел бы обсудить новое событие, которое вас ожидает в четверг, а именно событие команды сезона Team of the Season, ТОДС. Ох, ребята, жду и дождусь данное событие, потому что это событие наравне с командой года. Ну, ведь там находятся самые лучшие команды, самые лучшие лиги, и я уверяю вас, что вы из этого события сумеете получить прям самые лучшие, самые офигенные награды, которые только возможно получить. Прямо сейчас заберем карточку золотого игрока, посмотрим, кто выпадет, может быть, сейчас мастерок в это выпадет. Шансы подурезали, вначале, ну, отсюда выпадали мастера и так далее, а сейчас, ну, 76 стоит за зэшник, который стоит вообще панты, гроши. Ну, вот такая вот жизнь у нас, приходится получать, что дают. Ребята, я хотел бы каждому из вас напомнить, что смотрите, результаты на звездный абонемент уже находятся у меня в телеграм-канале. Как только у нас выходит новый абонемент ТОЦ, я одному из вас разыграю данный абонемент, вам нужно будет все лишь поставить лайк, написать в комментариях то, что вам нужно абонемент, написать в комментариях, вводу скачу абонемент, да и все. Ну, и самое основное, подписаться на телеграм-канал, потому что сегодня я у себя в телеграм-канале опубликую список игроков, которые будут находиться в событии команды сезона. Плюс я с вами хотел бы поделиться дизайном карточек игроков, которые будут находиться в этом событии, прямо сейчас, смотрите. Вот таким вот образом будут у нас выглядеть карточки, большинство из вас сумеет получить лучший игроков и также ультимейт игрока одного либо двоих вы сумеете получить в данном событии. Рейтинги игроков будут намного выше, нежели чем были до этого, я думаю то, что 101 вполне возможно то, что в этом событии рейтинг игрока будет, потому что ну прям, ну дизайн восхитительный, я не знаю что еще сказать, это один из самых красивых дизайн карточек, которые я видел перед собой. Поэтому ребята, я вас уверяю то, что вам такое событие понравится. Событие будет длиться на протяжении 50 дней, да 50 дней задрогаться, да 50 дней придется вот реально прожить, но я уверен на 100% то, что помимо этого события еще будет промежуточное одно либо два события, где вы сумеете получить еще дополнительные офигенные карточки. В события Team of the Season ультимейты игроки тоже будут и радует то, что ультимейты игрока вы сумеете тоже получить гарантированно без какого-либо дуната. Я вам сразу еще посоветую то, что у нас будет в этом событие 5 либо, ну, одна лига, грубо говоря, сообщество, а остальные 5 лиг, которые у нас будут появляться, это лига АПЛ, Ла Лига, Бундес Лига, Лига 1 и Серия А. Вот эти вот лиги, которые вас ожидать будут, они будут идти поочередно, список лиг, которые будут выходить в тот-либо другой день, я вам опубликую сегодня у себя в телеграм-канале, не переживайте, заходите туда, там все сумеете найти. Кстати, ребята, если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA поинтсов, либо звездного абонемента, вы можете ко мне обращаться, ссылка, которая находится в описании, смогу вам все купить, помочь. Да, это стоит денег, звездный абонемент стоит дороже, чем у вас в игре, но FIFA поинтсы стоят дешевле, так что пишите, без проблем все самим оформить. Ну и прямо сейчас мы посмотрим на команду сезона, но это всего лишь сообщество, команда, дальше будет намного ярче, намного офигеннее лиги будут, и там вы сумеете забрать вот прям нереально охеренных игроков. Начнем, пожалуй, с команды сообщества, здесь, конечно, есть карточки такие, которые вы сразу понимаете, а то, что Владос, я бы забрал бы уже, и я уже хочу забрать ту-либо иную карточку. Из этого списка, которые вы сейчас перед собой видите, отпишите в комментариях, какую карточку больше всего вы хотели бы получить. Я вижу здесь перед собой карточку Луиза Суарза, но я понимаю то, что у него характеристики, ну, да, хорошие, но то, как он бегает, ну, это, конечно, провал. Если вы играете в равную игру, то вам карточка Луиза Суарза не подойдет вообще никак. А вот карточку Луиза, забрать тем ребятам, которые не успели получить карточку Кассилеса, либо Дуна Руму хотят уже заменить, то Луиза офигенный вариант, поставить состав. Также карточка Лапорта, ну, Лапорта взять не забрать, но это будет безумие, такое жестко. Аплочку многие из вас 100% собирают, поэтому я могу сполна всем вам рекомендовать забирать эту карточку, да и получать море ярких, интересных эмоций такой карточки. Ну, а дальше у нас идет карточка Караску 92-го рейтинга, ну, Караску, конечно, да, интересно. Смотрите, ребята, у нас рейтинги будут высокие эти карточки, у нас вполне возможно то, что 97-е рейтинги 98-е рейтинги будут, но именно у Тотцы будут рейтинги 100+, либо премиальные кумеры будут рейтинги 101-102, возможно, сотые рейтинги будут, поэтому вот так вот. Дальше мы перед собой видим карточку Гнабри, ребята, помимо этих карточек, которые вы сейчас перед собой видите, у нас будет еще море дополнительных карточек из раздела сообщества. Я не знаю, как поступать, продавали мне мой основной состав, потому что я уверен, выйдет очень много ярких, офигенных карточек и рынок у нас прям максимально просядет. Гнабри карточка, конечно, интересная, за карточку, ну, прям, ну, вообще топ-топ-топ, его могу сполна рекомендовать, думаю, то, что у него характеристики будут вот такие, какие вам нужны прям 100%, карточка Фреда, обязательно для всех любителей состава МЮ, Морено есть карточка, Магина карточка и так далее. Я понимаю, то, что остальные карточки не такие уже популярные, хотя на самом деле и популярные, но рейтинги не особо высокие. Я же уверен на 100%, что в этой версии FIFA Mobile именно рейтинги влияют, потому что, грубо говоря, вам невыгодно делать прокачку. Перенос рангов максимально дорогой в этой версии. Да, вы за ваши самоцветы, которые накопили, можете купить себе очки переноса ранга, но это дорого бы, хоть все-таки вы, грубо говоря, задройте, и вы хотели бы за ваши самоцветы открывать наборы именно с кумирами, либо с чем-то еще. А тратить на перенос ранга, ну, это как-то глуповато. Поэтому чаще всего многие из вас пытаются забрать максимально высокие рейтинги игроков для того, чтобы прокачать себе ОВР состава. Рейтинг именно состава очень сложно качается в данной версии. Из-за этого у нас такие нюансы, что нам, грубо говоря, нужны самые высокие рейтинги игроков. Иногда мы забиваем на характеристики, которые нам реально нужны. Часто бывает такое, что рейтинг, например, высокий у игрока, но именно как он себя показывает на футбольном поле, может быть хуже то, что, например, карточка 96 может намного хуже себя показывать, чем карточка 92 рейтинга. Да, есть такие вот баги у нас в игре, и поэтому нужно обращать внимание тоже еще и на характеристики. Форма команды ТОС, которая у нас была доступна в Звездном Абонементе, выглядит таким вот образом. Дизайн, честно, мне кажется, очень достаточно достойный. Даже не знаю, что еще дополнить. Интересно, как на игроках эта форма будет выглядеть. Я бы, конечно, хотел бы себе такую форму забрать, да и понимаю то, что я заберу. Ребята, вы тоже можете принимать участие в моих конкурсах на Звездном Абонементе за вашу подписку, за ваш лайк, за ваш комментарий. Вы сумеете от меня получить Звездный Абонемент команды ТОЦ. Это прям лучшее то, что возможно получить в этом сезоне. Поэтому участвуйте, лайк, подписочка, комментарий. Если испытываете проблемы с покупкой, то тоже можете ко мне обращаться без проблем. Все сумею вам помочь сделать. Ну и также у нас будут еще доступны две формы, именно икон, события, я так понимаю. Домашняя и выездная форма. Ну, нормально, не знаю, что еще дополнить. Интересные формы, надо смотреть, как они будут выглядеть на игроках. Так сложно сказать, интересная или неинтересная форма. Вы вообще типа акцентируете ваше внимание на формах, которые у вас есть в вашем клубе. И хотели бы вы получить форму иконок, либо вы хотели бы больше получить форму ТОЦа, события. Отпишите прям сейчас в комментариях, интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете по поводу этого. Прям сейчас немного пованимся. Я вам хочу показать все ништяки, которые есть в китайской и корейской версии. Для того, чтобы вы, возможно, захотели себе ее скачать. Если что, ссылка будет находиться у меня в телеграм-канале. И также, весь список игроков ТОЦ у меня будет находиться в телеграм-канале. Так что заходите туда обязательно. Мы заходим в раздел почты, посмотрим, что для меня приготовили здесь. Откроем мы набор Лиги Чемпионов. И здесь мне выпадает карточка 132-го ретча Эдрессона. Круто. Это событие будет в виде тренировок, которые мы должны будем проходить. Из-за этого мы сумеем получать достаточно неплохие награды. В виде футбольного мяча, футбольной формы, усиления навыков. Плюс еще аватарки красивые. И так далее. Посмотрим, что же еще. И здесь мы проходим испытания. За то, что мы проходим испытания, мы в конечном итоге получаем усиление навыков. Данное событие было обновлено. И здесь добавлены карточки. Проходим испытания. И под конец у нас есть хороший шанс выбить одного эрока 128+. Абсолютно любого. Может выпасть прям... Ну, кто угодно. За то, что вы просто-напросто проходите матчи. Хотели бы себе такое испытание? Я думаю, что большинство из вас сумели бы заоценить такой вот ништячок, который добавили в корейской версии. И в китайской. Самое важное то, что добавили то же самое. Значит, и нас скоро ожидает такое же самое обновление. Нафармили себе 40 жетончиков. И тут бах! Может выпасть абсолютно любой ROG32 RATM из событий LCH. Либо из событий китайские лунный новый год. Я так понимаю, это это событие? Да. Но вылет очень круто. Достойно прям. Карточки шикарнейшие. И здесь карточки кумиров, я так понимаю. То я был в китайской версии, а сейчас зашел в корейскую. Пособираем отсюда награды. Рейтинг 107 по 114. Посмотрим, что будет падать. Блин. Интереснейший дизайн карточек. Продолжаем открывать. Как думаете, роки? Ух, снова рок падает. Блин, столько всего здесь дается, что пипец прям. Можно собрать абсолютно любой состав с помощью тех наград, которые даются абсолютно бесплатно, без какого-либо доната. Я не знаю, что делать с этими всеми карточками, но достаточно круто. Шикарно. Интересно, премиальный кумир кого-то будет сегодня даваться? За что мне дали так много наборов этих? Кобзец. Это все бесплатно дают за ежедневный вход. Я не знаю, откуда я нафармил себе столько наборов. Усиление навыков сейчас ходит прям очень красиво. Опа, 114-го рейтинг СЗшник. Блин. Здесь походу снова с эффектом будет? Капец. Да, с эффектом. Обожаю я эффекты. Англичане тоже здесь у нас. СЗшник, да ну нафиг. Кумир еще. Ё-моё, ё-моё, Рио карточка. Охренеть. Что скажешь себе по поводу такой карточки, когда выпадает? Блин, ну просто нереальная карточка. Как же красиво выглядит она. Я на самом деле шокирован, потому что так удается. О, рейтинг 111 по 116. Откуда такое добро здесь? Интересно, хоть какая-то карточка будет с эффектом здесь? Как вы думаете? Офигенно. Ребята, ссылку на скачивание в корейской и китайской версии будет находиться у меня в Телеграм-канале. Заходите обязательно туда, вы тоже сумеете подкрывать эти все наборы. Вау. Не по-детски Фортанова. Ой, рейтинг 110 по 115. Есть с эффектом, блин. Обожаю эффектом. Да, ну не гони. Что, кумир будет? А нет. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Ну, конечно, жестко, когда так. Я в шоке, если честно, когда открываете наборы, реально все больше и больше шокирован. Опа, 116 рейтинг нападающий. Еще раз. С эффектом все, блин. Как же круто, когда есть эффекты. Офигеть. Тьфу. Это что за карточка Форнадо Торреса? Я бы недавно получил карточку у нас в нашей версии. И тут дайте еще раз карточка Форнадо Торреса выпадает. Охереть. Просто охереть. Блин, надо скриншот делать. Вау. Я шокирован, потому что я сумел получить такую карточку еще раз на подачу и уже 115. Я здесь без эффекта? Интересно, что это за такие вот карточки? Что это за событие такое? Опа, монетки даются. Монетки еще раз даются. И монетки. Нажмем на максимальный уровень. 120 сумел сделать. Даже у нас в фифе такого нет у меня. В китайской и корейской версии есть куча офигенных спецпредложений, которые находятся в магазине. Но не все эти спецпредложения я могу открыть. Например, в корейской версии я могу дунатить. А вот в китайской почему-то у меня не получается. А здесь спецпредложения, которые я бы с Райсю пооткрывал бы. Совместно с вами. Ключей не знаю, как добыть. Пойнсы вроде бы как-то можно получить бесплатно, но я еще не разобрался в этом деле нелегком.